мы начинаем наш очередной вебинар который посвящен коллекции фрайвили стайл фрайвили стайл это бижутерия очень дорогая австрийская бижутерия сделана из эмали специальной эмали которая используется для ювелирных изделий натолкнула меня на эту мысль подарок от моих клиентов из коллекции фрайвили теперь мы создали уникальную коллекцию которая подчеркивает множество вариантов из коллекции фрайвили и эту серию дизайнов мы так и назвали фрайвили стайл сегодня я вам покажу два варианта выполнения дизайнов это гелевое наращивание гелевом наращивании и гель-лаковом покрытии и так первое что мы с вами нарастим ноготочки специально оставила фазу наращивания для вашего просмотра потому что дизайн у нас делается изначально то есть мы его изготавливаем под ложечкой и делаем сразу дизайн итак для работы мне нужна подготовительная жидкость профи проект это дегидратор обезжириватель наношу ее на весь ноготочек она бережно осушает ногтевые пластины следом я использую грунтовочную ультра сцепку профи бонд наносим ее тоже на весь ноготочек это у нас средство работает как двусторонний скотч дает очень хорошую сцепку с рабочим материалом следующее я наношу гель-базу профи ее не нужно путать и с гель-базой и системы гель-лаков наношу ее на весь ноготочек и отправляюсь в лампу на одну минуту сейчас пока у нас полимеризуется ноготочки я хотелось бы уточнить всем ли меня видно и всем слышно напишите пожалуйста в видео чате если меня видно и слышно итак наращивать мы будем под вот такое колечко будем имитировать дизайн очень красиво будет сочетаться видно но плохо слышно видно но плохо слышно так если сейчас стало слышно немного лучше напишите пожалуйста итак сейчас мы будем выполнять дизайн из этой коллекции из коллекции цветочных принтов давайте наш ноготочек я буду работать при помощи трубок для того чтобы нам сделать арочное моделирование я возьму трубочки специальные специальные смотрю по размеру убираю размер трубочки так нам нужно сделать арочные ноготочки и я вам покажу свой небольшой секретик для того чтобы нам хорошо было было легко и удобно работать с трубочками я ее оберну сначала в фольгу фольга обычно которую мы используем для снятия гель лака оборачиваю трубочку запечатываю торец трубочки беру бумажную форму по центру прикладываю трубочку оборачиваю ушки загибаю с двух сторон заламываю форму вынимаю трубочку и здесь у меня остается вот такая арочка красивая которая будет держаться даст нам удобство в работе итак подставляем бумажную форму так ставим ее ровненько чтобы она у нас никуда не клевала чтобы она у нас была параллельна нашему пальчику и для моделирования свободного края я буду использовать LED гель камуфлирующий потому что хочу еще использовать щипцы которые у нас скоро появятся в продаже для арочного моделирования LED гель очень хорошо поджимается и сейчас мы посмотрим как это делается LED гель очень густой им очень удобно моделировать свободный край он никуда не подтекает ложится ровно можно будет даже немножечко подпилить потом если мы где-то положим материал лишний аккуратненько распределяем по длине свободного края здесь мы делаем ноготочек на длину троечка аккуратно распределяю материал разглаживаю чтобы у нас все было ровненько и аккуратненько потому что работать мы будем с подложкой для того чтобы нам имитировать эффект лакового покрытия нам нужно работать с подложкой и так сейчас я отправляюсь ровно на 30 секунд в тоннельную лампу 36 ватт 30 секунд это то время когда я могу зажать на хорошую красивую арочку использовать буду вот такие щипцы которые у нас скоро появятся в наличии они очень удобны для геля и для акрила для зажимания арочки и так достаем ручку у нас материал полимеризацию начал и я зажимаю арочку можно вместе с ноготочком поджать арочку если клиенту вдруг будет больно или неприятно я оставляю на свободном крае пинцетик буквально на 10-15 секунд для того чтобы полимерная сетка изменила свою структуру свою форму для того чтобы уголочки не вворачивались у меня вовнутрь потом для того чтобы мне их потом не выпиливать уголочки свободного края я не снимаю бумажную форму зажимание я делаю прямо на форме и так достаточно отправляю в лампу на досушивание еще на одну минутку если у вас есть вопросы задавайте их пожалуйста непосредственно по мере их возникновения я буду на них отвечать тогда у меня будет свободная минутка и так коллекция очень большая этих дизайнов на любой вкус и цвет тем более эта бижутерия сейчас модно есть очень много подделок для тех людей у кого не хватает денег на оригинальные украшения и вы можете расширить ассортимент ассортимент предлагаемых вами дизайнов благодаря этим коллекциям особенно летом когда мы любим носить всякие разные браслетики красивые колечки в стиле цветочных принтов то есть бывают вот такие вот медальоны украшения которые тоже очень модны сейчас это все коллекция проявили и так удаляем бумажную форму здесь такая арочка красивая получилась у геля смотрим арочка у нас видна и так теперь нам нужно удалить дисперсионный слой жидкостью для ее снятия и приступить к дизайну и так немножечко подпилим подложку где у нас есть излишки для того чтобы потом у нас усики френчи не ушли в опил я сразу здесь немножечко подровняю лет гель достаточно жесткий поэтому даже при работе с подложкой он легко пилится с ним работать очень удобно и приятно и так после опила я немножечко зашлифую поверхность для того чтобы у меня украсочка легла аккуратненько беру опил и приступаю к дизайну то есть изначально мы выполняем дизайн а потом уже все камукулирующие материалы мы используем и цветные материалы использую в краску для переводной фольги нарисуем сначала линию улыбки до которой мы потом будем выкладывать камукулирующий гель и начнем срисовывать нашу розочку возьмем возьмем в светлых тонах здесь есть на колечке есть два варианта светлая и темная я возьму темную розочку и начинаю просто срисовывать рисунок серединка раз лепесток второй третий лепесток и так уев красочка для переводной фольги у нас будет полимеризоваться с вами одну минутку очень быстрый результат она нам дает поэтому работать с этим материалом очень легко и приятно стараемся копировать рисунок стараемся копировать рисунок и красочка не течет не расползается очень легко ложится итак здесь мы сделаем пару лепестков снизу они у нас уже не умещаются поэтому мы сделаем их сверху и отправляемся в тоннельную лампу на одну минуту можно здесь еще один лепесточек добавить на одну минутку через одну минуту мы отпечатаем переводную фольгу золотого цвета переводной фольги у нас более 40 цветов на любой вкус и цвет но коллекция фрайвили в ней используют всего два варианта либо золото либо серебро то есть украшения выполняются в двух стилях либо серебро либо золото либо либо н итак итак использовать мы будем цветные гели нам нужен будет номер 9 номер 118 Классик френч белый Сделаем светленькую И зеленый Четыре цвета цветных геля Которые у нас входят и в наборы с цветными гелями Их можно встретить там в мини упаковках по 3 грамма Также можно взять оригинальную упаковку по 10 грамм Стоимость каждой баночки по 10 грамм 400 рублей Также нам нужен будет для создания фона черный цвет Черный цвет это номер 20 Аккуратненько придерживая свободный край снизу Я отпечатываю переводную фольгу Чтобы не сломать свободный край Аккуратненько придерживая свободный край Сделали литье И начинаем заполнять Наши проживочки Слетами Как детскую раскраску Тоненькой кисточкой Аккуратненько, тонким слоем Цветными гелями заполняем Цветных гелей в нашей компании Насчитывается более 100 цветов Поэтому для работы В любой технике То есть эмалевые цвета Перламутровые, мерцающие Неоновые цвета Все это можно найти в нашей палитре Полимеризуется в УФ лампе Одну минуту Если мы используем толстым слоем То две минуты В зависимости от толщины Наносимого материала Тоненькой кисточкой Закрашиваем Нашу раскраску Вот такая вот у нас розочка Здесь получается И сразу добавим Камуфлирующий гель Плюс камуфлирующий Розового цвета То есть цвет называется Френч плюс камуфлирующий Розовый Это классический розовый цвет Который подходит абсолютно всем И давайте на одну минутку Зафиксируем Цвета И далее мы с вами Уже фон сделаем черный Цветным гелем номер 20 То есть здесь такая техника Что мы не сначала делаем фон А потом делаем рисунок А сначала делаем рисунок А потом добавляем фон Итак давайте Зафиксировали достаточно И теперь мы с вами Аккуратненько Уже закрасим фон То есть в таких дизайнах Ничего сложного нету Это делается достаточно быстро Не дольше любого другого дизайна То есть если вы увидели у своего клиента Какую-то безделушечку На руке На шее На запястье Браслетик какой-то красивый В стиле Фрайвили То можно имитировать уже Под это украшение Сделать маникюр Который будет конечно же в удовольствие Потому что Любая женщина Покупает себе украшения Которые ей нравятся Тем более если это будет Дополняться каким-то дизайном На ногтях Это конечно же будет Такой дизайн будет приносить Ежедневную радость То есть вот серия таких дизайнов Может подчеркнуть Еще и вашу индивидуальность В плане того Что ваши клиенты будут Неотразимыми Итак добавляем черный фон И отправляем свою флангу На две минуты То есть сочетание цветов Узоры Вообще как возникла коллекция Фрайвили Для изготовления Такой бижутерии Используются орнаменты Самых выдающихся художников мира То есть Много есть коллекций Допустим Вот эта коллекция Называется Радость жизни Вот эта коллекция Называется Манхэттен в золоте Вот эта коллекция Это ница в серебре То есть очень-очень много Красивых различных дизайнов Такого плана Такого плана Очень красиво смотрятся дизайны То есть в принципе Под любой сарафанчик Под любое украшение Также в стиле фрайвили Сейчас есть новиночки Это модные на сегодняшний день Огурцы Расцветка такая Под любую одежду Мы можем тоже сымитировать Итак Давайте нашу ручку И теперь уже мы Добавляем скульптуру То есть для того Чтобы у нас был эффект Эмали Эмали у нас должна Находиться под скульптурой Использовать буду гель Конструирующий Вип-формула Добавляем материал Моделируем ноготочек И отправляемся в тоннельную лампу Перевертышем На 8 секунд И потом уже досушиваем 2 минутки В нормальном положении На 8 секунд Мы отправляемся Для того Чтобы у нас Правильно смоделировался ноготь Чтобы Зона апельса Была в нужном месте Для того Чтобы нам Как можно меньше материала Потом было отпиливать Итак Следующий дизайн Мы с вами разберем Он будет называться Манхэттен золоте Как раз У меня есть Вот такой красивый Краслетик Под который Мы с вами Сделаем сейчас Дизайн на гель-лаках На гель-лаках Сейчас Гель-лак Это актуальное покрытие На сегодняшний день Большинство клиентов Переходит на гель-лаки Но уже однотонные цвета Поднадоели Немножечко И хочется Какого-то дизайна Поэтому В системе гель-лаков Можно сделать Очень легко Это покрытие Так Давайте ручку Снимаем дисперсионный слой Опиливаем и покрываем Еще мы делаем На подложке Потому что При опиливании Потому что Все-таки Этот дизайн Красивее смотрится На квадратных ногтях И для того Чтобы при опиливании У нас Дизайн не ушел Никуда Еще Это тоже Является Причиной Того Что мы Работаем С вами На подложке И покроем верхним топ гелем Без липкого слоя Отправимся в лампу На полторы минуты Убираю опил И покрываю верхним топ гелем Без липкого слоя Давайте Посмотрим Что у нас получилось Немножечко Камера не фокусирует Давайте в лампу Без липкого слоя Без липкого слоя Убираю верхним топ гелем Сейчас мы с вами Рассмотрим Дизайн на гель-лаках Давайте Мне второй Меха Здесь у нас Уже готово Мы видим результат Если мы Еще приоденем На этот пальчик Колечко То есть Будет смотреться Очень красиво И очень эффектно Сейчас мы Рассмотрим второй вариант В работе с гель-лаками Итак Немножечко повторимся В системе нанесения Гель-лаков Подровняем Свободный край Можно сделать Кстати на двух Ноготочках Для того Чтобы увидеть Как этот дизайн Будет смотреться На коротких И как этот дизайн Будет смотреться На длинных Ноготочках Итак Подготовили ноготочки Наносим Обезжириватель Дегидратор Профи-преп По кончику Наносим Грунтовочную Ультра-сцепку Для того Чтобы нам Не запечатывать Гель-лак И наносим Базу Для гель-лака Собственно Та гель-база Которую я говорила Что нам Не нужно путать Вот она Гель-база Из системы Гель-лаков И гель-база Из системы Жесткого моделирования То есть Гель-лаковая база У нас Имеет капельку На этикетке Тоненьким слоем Наносим базу Отступая От кутикулы И бокового валика По 1 мм Для того Чтобы избежать Нам подтекания Материала Давайте в лампу На 1 минуту Итак Смотрим Какие цвета У нас есть На браслете И подбираем Такие же цвета Из системы Гель-лаков Это у нас будет 216 305 202 33 218 И 208 Темно-серый То есть Мы разные цвета Разместим На разных Ноготочках Для основы Я буду использовать 103 цвет Из системы Гель-лаков Потому что На базе Мы не сможем Если мы с базы Уберем дисперсионный слой То у нас Весь гель-лак Сколется Поэтому мы должны Положить Какой-то Светлый цвет Какой-то Светлый цвет В данном случае Это будет 103 цвет Гель-лаков Который у нас Полупрозрачный С легким Легким Розовым Оттенком Нанесем Тонкий слой 103 цвета И отправимся В лампу На одну минутку Сделаем себе Такую маленькую Палитрочку Я смотрю Что ни у кого Вопросов никаких Не возникает Использую фольгу И поставлю Маленькие капельки Маленькие капельки Гель-лака Которым я буду Разукрашивать Уже мой дизайн Вместо белого Мы с вами возьмем Система Royal French Bio French Беленький И последний Темно-севый Для того Чтобы нам Сделать Идеальное Литье Мы сейчас Удалим Остаточный Липкий слой Уже с этого Слоя Убираем Дисперсию И можем Спокойно рисовать И работать Фольгой Вот уже Эти слои У нас Не расслоятся И дизайн Не стремится То есть Все будет Носиться Замечательно Так же долго Как и сам Гель-лак Как и обычное Покрытие Берем ОФ-красочку И прорисовываем Рисунок Можно посмотреть На браслетик И взять С него Рисунок Скопировать Станок Сделаем Еще один Крупный Квадратик Здесь Сделаем Такую Пирамидку То есть Это Что касается У нас Коротких Ногтей Здесь Мы С вами Сделаем Что нибудь Покрупнее Так как у нас Длина Свободного Края Позволяет Немножечко Разгуляться Мы Сделаем Здесь Более Крупную Мозаику И Отправляемся В тоннельную Лампу На одну Минуту Далее Мы будем Использовать Золотую Переводную Фольгу Потому что Здесь у нас Золотой Цвет И далее Уже Нашей Палитрой Будем Закрашивать Ячейки Итак Я смотрю Что у вас Вопросов Нету Никаких Либо же У нас Все понятно Либо совсем Ничего Не понятно Если возникают Какие-то Вопросы Вы Пожалуйста Задавайте Их По мере Возникновения Итак Одна Минутка Для работы С переводной Фольгой Отпечатываем Золотую Фольгу И имеем Вот такой Рисунок Который Мы сейчас Будем Заполнять Разными Цветами Итак Возьмем Еще Ярко-розовый Сюда Добавим Итак Один Квадрат Большой Сделаем Ярко-розовый Один Сделаем Ярко-голубой Как бы Основные Акценты У нас Идут На более Свежие Цвета Здесь Сделаем Голубенький И так Закрашиваем Нашу Раскраску Добавляем Различные Вариации Уже На два Накоточка Сразу Так Возьмем Здесь Темно-серый Добавим Сюда Добавим Желтенький Итак Фиолетовый Серый Салатовый Голубой Желтый Добавим Темно-розового Добавим Белого Здесь Можно Тоже Добавить Желтенького То есть Вот эти Цвета Которые Мы с вами Приготовили На палитру И начинаем Их Чередовать В основном Чередуются Темные И Светлые Так Так И здесь Осталось Осталось Серединка Мы Заполним Белым Цветом Среднюю Ячейку И Отправляемся В тоннельную Лампу На одну Минутку Далее Мы с вами Перекроем Топ Гелем Система Гель Лак Так Давайте Ручку И покрываем Верхним Топом Из системы Гель Лаков Если У вашего Клиента Работа Связана С бумагами То есть Кто много Пишет Кто много Работает С бумагами Для того Чтобы Об бумагу Не стерся Верхний Топ Гель Из системы Гель Лаков Вместе С фольгой Не стерся Потому что Он достаточно Мягкий Мы с вами Покроем Его В два тонких Слоя Один толстый У нас будет Подтекать Слой В два тонких Слоя Он будет Хорошо Носиться И Хорошо Запечатает Фольгу Для того Чтобы Она у нас Не стиралась Давайте Ручку Второй Слой Покроем 30-60 секунд Достаточно Для этого Материала Он очень быстро Отверждается И очень долго Держит Свой Достаточно Снимаем Дисперсионный Слой И Смотрим Результат То есть Здесь У нас Вот Такой Браслетик Очень Даже Симпатичный Дизайн Хоть На нарощенных Ноготочках Коротеньких На которых Мы тоже Можем Сделать Дизайн Гель Лаком Либо Мы можем Сделать Системы Жестких Гелей Уже Под Какой-то Другой Вариант Итак Если у вас Нет никаких Вопросов Мы будем Заканчивать Наш Вебинар Я скажу Вам Спасибо За внимание И до Скорых Встреч